здравствуйте сегодня я расскажу про перепланировку перепланировка в живых помещениях должна осуществляться по правилам жилищного кодекса то есть путем создания пакета документов и подачи его на мвк межведомственная комиссия так вот несмотря на то что законодательство у нас одинаковое в разных районах города требования к пакету документов отличаются эти отличия вызывают различия стоимости данных услуг так допустим большинстве района города перепланировка с созданием проекта и легализация стоит порядка 160 тысяч в отдельных районах таких как петроградский курортный и кировский цена достигает до трехсот пятидесяти тысяч рублей почему такие отличия потому что в рамках перепланировки можно создать вот примерно такой собрать пакет документов и все это но у человек который делал первый раз вызывают существенные трудности так допустим начинать перепланировку нужно создание проекта проектировщик должен хорошо знать требования в районе какие изменения допускается в этом районе какие нет поскольку допустим создание квартиры студии из однокомнатной квартиры в петроградском районе не допускается несмотря на то что квартиры студии строится в новостройках вот такие вот изменения в петроградском районе кардинально недопустимо но сейчас вроде как происходит изменение в руководстве мвк может быть станет все либеральный значит чтобы создать этот проект вам нужно его заказать для создания проекта вам потребуется подтверждение техусловий с жилищно-эксплуатационной службы жкс или как там она у вас называется несмотря на то что у вас есть их условия то есть вам уже поставляется электричество и так далее это надо подтвердить дополнительно нужно получить бумагу от трубочистов что у вас определенное количество винтканалов и соответственно эти винтканал работают если в новостройках винтканал не вызывает проблемы то в старом фонде это может создать проблему почему это может создать проблемы потому что винтканалов может не хватать так допустим газовый прибор виде газовой колонки должны иметь собственный выход кухня дополнительно должна еще иметь вентиляцию туалет должен иметь вентиляцию ванна должна иметь вентиляцию то есть как минимум четыре отверстия для выхода воздуха должны быть в квартире если их нет здесь возникают проблемы тут можно конечно хитрить разветвить один вентканал и зашить все гипроком нарисовав картинку что якобы там есть еще один вентканал можно упереться в то что невозможно согласовать перепланировку это раз значит что еще требуется ну требуется естественно подтверждение документов о собственности при этом пожарные допустим требует чтобы эти документы были месячной давности то есть надо если выписка предоставлялась на момент начала проекта к моменту окончания рисования то проект этого числа уже истечет по сроку нужно будет получать новую выписку нужно получать кадастровый паспорт помимо кадастрового паспорта нужно получать заключение о состоянии несущей конструкции состояние несущей конструкции нас проверяет гуи он для гуи он нужно разобрать пол до перекрытий и зачистить потолок до перекрытий в результате за тысяча 25 к вам придет специалист посмотрит на эти перекрытия и составит свое заключение о том какие у вас конструкции насколько они способны нести нагрузку и так далее вот скорее всего новую с техническими ошибками за такую стоимость и все будет прекрасно после этого вы подаете пакет документов в мчс пожарную службу которая проверяет ваш проект на соответствие пожарной безопасности и вот после этого вы готовы подавать проект в мвк и они вам выдают разрешение на начало производства работ соответственно с этого момента вы говорите что у вас все легализовано что все красиво и это разрешение у вас ну в общем снимают все вопросы по производству ремонта естественно ремонт нужно производить в соответствии с проектом то есть если в этом допустим нарисовали 4 комфорт на плиту а в итоге решили поставить 2 комфорт ну соответственно это отклонение проекта и несмотря на то что пожарный риск в данном случае меньше это может создать препятствие для того чтобы международная комиссия мвк приняла исполнение этого проекта также хочу сказать по поводу кухни в кухнях с газовыми приборами она должна быть изолирована то есть если вы хотите кухню гостиную сделать допустим то все это должно быть изолировано отдельная кухня отдельное помещение почему это важно потому что но считается что если маленькое помещение вдруг наполняется газом то взрыв в таком помещении будет менее серьезным нежели большое помещение наполнится газом и зовется все большое помещение вот поэтому кухня должна быть изолирована по площади кухни каждый газовый прибор должен соответствовать 3 метрам площади то есть если у вас на кухне газовая колонка и плита это означает то что кухня должна занимать не менее 6 квадратных метров далее у нас производится работа естественно эти работы нужно сдавать значит здесь мвк вам дает образец акта этот акт у нас должен быть подписан уважаемыми людьми проектировщиком у нас исполнительным работ то есть подрядчиком и лицом который отвечает за технадзор в производстве ремонта что касается технадзор значит здесь есть два подхода либо у вас есть один договор на производство работ и технадзор либо у вас есть два отдельные договора соответственно вот конкретно в петроградском районе требуют акты скрытых работ несмотря на то что акты скрытых работ создаются в том случае если это отдельно предусмотрено договором подряда заключая договор начального может не предусмотреть что составляется актов скрытых работ каждый там допустим сделали трубы вот так-то устройство труб сделали там не знаю и прочная стена вот так по устройству прочную систему сделали электричество вот так по электричеству и тогда поэтому тут стоит учитывать что требования по предоставлению этих актов могут возникнуть при приеме и в законченного строительства объекта таким образом лучше сразу составлять эти акты чтобы не пришлось их делать задним числом потом к тому же фирма там может тоже куда-нибудь деться получив свои деньги в общем все это можно закончить печально компания производить производящий ремонт должна иметь допуск с рова допуск с рова естественно на работы такого класса то есть не обязательно быть застройщиком чтобы проводить такие работы но в сроу компания должна состоять соответственно может потребуется приказ о назначении главного инженера ответственным за технический надзор в этом объекте при производстве работ то есть инженеры участвуют в составлении актов скрытых работ соответственно он означается ответственным за этот объект и подписывать документы по этому объекту сам акт о окончании работ подписывается всеми этими людьми то есть подрядчиком главным инженером проектировщиком управляющей компании которая кстати окончании ремонта выйдет тысяч за шесть к вам посмотреть как у вас там устроено электричество и в общем то при приемке вам и пожарные потребуется чтобы вышли и выдали справку о том что все в соответствии с проектом и вот такой комплект документов у вас в итоге получается и подается в мвк мвк потом теоретически уходят с комиссией смотрит а вот это вот так вот так вот так все соответствует проекту и в итоге подписывает окончательно акт и это так уже является основанием для того чтобы вносить изменения в реестр то есть привести реестр объект недвижимости в соответствии тому как выглядит объект настоящего не почему я так долго рассказывал про то как это происходит потому что это достаточно муторная история и документально сложно вот гражданину самостоятельно но без юридических познаний я считаю вообще нереально это самостоятельно сделать особенно если у вас район из тех что работа стоит 350 тысяч рублей это достаточно дорого до выход из трущоб у нас очень дорогой поэтому тут часто используется следующий подход у нас все это переустройство самовольно да если у нас это не производится в соответствует с предыдущей процедуры которые перечислил то это все является самовольным штраф за самовольное переустройство там порядка двух тысяч рублей не так страшно по сравнению с 350 тысяч вместе с тем управляющие компании или администрация мвк могут выйти в суд с требованием к вам привести квартиру в первоначальный вид да то есть то как она изначально выглядела ваш переустройство придется переустраивать обратно вот и такие суды у нас есть такие требования граждан выдвигаются как это заканчивается это заканчивается очень просто проводится экспертиза объекта недвижимости по таким делам суде сами не принимают решения и доверяют решение технических вопросов эксперту соответственно эксперт дает заключение либо у вас объект угрожает обрушением и соответственно несет угрозу жизни другим людям это соответственно плохо и в таком виде объект не могут оставить заставить приводить соответствие либо эксперт дает заключение о том что все нормально и по пожарной безопасности по техническим конструкциям все у вас прекрасно в этом случае суд откажет истцу в требовании о приведении в первоначальный вид помещения и легализует вашу постройку что касается суда но суд может стать там расходу на юриста может ты что и расход на экспертизу тысяч на 50 соответственно 150 тысяч и 350 ну выбор по моему очевиден единственное что если сразу идти по пути самовольной перепланировки легализации по суду то необходимо строго понимать что это все легализуемо да то есть вы не можете поставить туалет над жилым помещением если у вас под вами там допустим желая комната на дне не может туалет соответственно кухня санузел не могут расширяться на жилую зону ну и проще вещь там допустим батареи переносить там и устраивать какую-то автономную систему обогрева тоже надо сумму да то есть чтобы это не создавало угрозу другим жрецам или там прохожим на улице поэтому все эти вопросы ну так или иначе не решаются если с умом к ним подходить на этом пожалуй все да кстати забыл сказать что мы как раз такими судами занимаемся у нас есть опыт легализации самостроев разных объемов самостроев поэтому ну если что мы готовы вот так что на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо